В Главное управление внутренних дел города Ташкента поступило сообщение о том, что неизвестные, пообещав выгодно продать телефон в рассрочку, заполучили деньги и исчезли. В результате принятых мер молодые люди, которые на протяжении нескольких месяцев втирались в доверие к гражданам и обманывали их, были установлены и задержаны. У нас был аккаунт в Инстаграме. Там были размещены фейковые публикации о продаже айфонов. Про ссылки люди переходили в Телеграм. Я скидывал им модели и цены. Затем отправлял номер карты. После получения денег мы писали, что телефон скоро доставят. Но на самом деле никакого телефона не было. Потом мы удаляли переписку и блокировали человека. В качестве предоплаты мы просили перевести на карту часть суммы, в зависимости от стоимости телефона, от миллиона и больше. Люди соглашались на условия рассрочки. После получения денег я блокировал их в Телеграме. Эти деньги мы потратили на собственные нужды. Ответственность за содеянное неизбежна. В этом убедились на собственном горьком опыте 18-летний Санджар и 23-летний Али. В ходе следственных действий стало известно, что подозреваемые не раз совершали подобные преступления. Обманным путем они присваивали себе деньги доверчивых граждан среди потерпевших жителей Ташкента и регионов нашей страны. В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168. Мошенничество Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Молодые люди находятся под стражей. Следственные мероприятия продолжаются. Напоминаем, уважаемые граждане, не спешите верить малознакомым людям. Не стоит доверять сомнительным обещаниям и якобы выгодным условиям рассрочки. Будьте бдительны.